Минск снова в центре внимания политиков и экспертов со всего мира. Полсотни гостей из 40 стран собирают под одной крышей форум «Минский диалог». Цель понятна. Дипломаты, политологи, эксперты хотят подобрать ключ к региональной безопасности. Геополитический разлом произошел давно и починить его не получается. Собраться в таком формате предложил президент Александр Лукашенко в прошлом году на парламентской ассамблее ОБСЕ. Среди вопросов Украина, Сирия, санкционное противостояние США и России и горячий Ближний Восток. Совсем недолго осталось до начала переговоров. С места событий передает наш корреспондент Алексей Волков. Доброго дня, Алексей. Вам слово. Татьяна, здравствуйте. Эксперты продолжают плотным потоком прибывать к конференц-залу. Сейчас заканчивается регистрация. Ну и буквально через минут 10 стартует форум «Минский диалог». Откроет целый переговорный марафон министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей. Но потом, практически в режиме нон-стоп, эксперты и политологи будут по крупицам собирать то, что в дальнейшем может стать «Хельсинки-2». Название, конечно, пока рабочее. Лейтмотив этой сессии – новое видение мира. То есть политические полюса пора размагнитить. Без этого переписать матрицу международной безопасности нельзя. Любопытно, что диалог проходит в зале под названием «Фалькон. Сокол» – такая альтернатива орлу, ястребу и другим геополитическим символам 20 века. Этот форум совершенно беспрецедентен, во всяком случае, для Минска. Уровень его участников, разнообразие организаций, принявших здесь участие, количество стран, потенциальное значение для Беларуси, чей ранг и статус уже достаточно вырос. Мы должны, так сказать, пройти через это мероприятие. Еще один феномен, который эксперты не обойдут стороной – политика постправды. Он заключается в том, что сильные мира сего играют на эмоциях людей, зачастую игнорируя факты отсюда и плодятся фейковые новости. Зачастую это оружие еще сильнее бомбы. События в Сирийской Думе тому пример. В тот же список информационных войн можно вписать восток Украины. Борьбу президента США Дональда Трампа скажется всеми журналистами «Дома храбрых». А от этих американских горок шатает, конечно же, и мировую экономику. И вроде это далеко от Беларуси, но международная безопасность сегодня, как клубок, потяни за нить, и он потянется весь. Поэтому Минск и предложил такой формат диалога. Страны согласились, ведь модель поведения Европы на шахматной доске геополитической до сих пор до конца неясна. Ну и мы думаем, что через пару часов уже можно говорить о первых результатах дискуссий и круглых столов. Татьяна. Спасибо, Алексей Волков, об открытии международного форума «Минский диалог».